Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Срочные новости приходят из Ливана вечером 23 сентября. Израильские ВВС нанесли самые сокрушительные и массированные авиаудары по ливанской территории, похоже, за время, которое прошло с времен последней Ливанской войны. Юг Ливана подвергся беспрецедентным бомбардировкам. Как минимум 300 авиаударов были нанесены ЦАХАУ. 200 или даже 300 уже человек считаются погибшими, более тысячи ранены. Но цель авиаударов, конечно, это немирное население. Это в первую очередь террористы Хизбалла и их военные активы. А именно, это и ракетные установки, конечно же, это и штабы, и командные пункты, и склады с боеприпасами, и все, что имеет отношение к производству ракет. Израильский военэксперт Сергей Ауслендер заявляет о том, что его источник говорит следующее, описывая логистику сейчас на авиабазе или на нескольких авиабазах ВВС Израиля. Цитирую. Итак, он говорит, подвозит в БК, ну, боекомплект, то есть к авиабазам, стоит непрерывный рев, взлет-посадка, взлет-посадка, и так без паузы. Классическая карусель, непрерывное воздействие, волна за волной, больше 300 целей поражены только сегодня, взрывы жуткой силы, применяют какие-то сверхмощные боеприпасы, активно обрабатывают долину БК, главную в отчину Хизбалы после Южного Ливана. Ливанцы бегут из Сидона. Ливанское Минобразование отменило занятия в школах и вузах пока что на два дня. И это соответствует новостным сводкам о том, что действительно ливанцы покидают территорию, где Израиль провел специальный обзвон местного населения, сделав 80 тысяч звонков, в рамках которых на Арабском предупредил мирных жителей, чтобы они срочно покинули соответствующую территорию, где планируется проведение интенсивной авиаоперации. На ваших экранах это, соответственно, видеозаписи того, что происходит. Они полностью соответствуют тем описаниям, которые мы сейчас дали. Мощнейшие взрывы, очевидно, тысячи килограммовых бомб одна за другой, не оставляют камня на камне от некоторых зданий в Ливании, превращая постепенно в пустыню вот ту территорию, с которой Хизбалла пыталась, да и продолжает пытаться превратить в пустыню уже израильскую, северную территорию. О серьезности предстоящей операции свидетельствует и необычное обращение премьер-министра Израиля Бенемину Нетаньяху к жителям Ливана, в котором он заявил о том, что, цитирую, с сегодняшнего утра Цахал предупреждает вас покинуть зону опасности. Я призываю вас серьезно отнеситесь к этому предупреждению. Не позволяйте Хизбале подвергать опасности вашей жизни и жизни ваших близких. Не позволяйте Хизбале подвергать опасности Ливан. Покиньте зону опасности сейчас, как только наша операция завершится, вы сможете безопасно вернуться в свои дома. Заявил Нетаньяху. Очевидно, имея в виду, что террористы Хизбалы, как, собственно говоря, и любые другие террористы, от Хамаса до российских террористов, занимают обычно жилые кварталы, устанавливают там военную технику, ракетные установки и так далее. В общем, разворачивают военную инфраструктуру именно под прикрытием гражданской инфраструктуры. Именно для того, чтобы иметь некоторый шанс уцелеть. Потому что используют в этом плане неготовность западной демократии, вот в данном случае израильской демократии, наносить сокрушительные высокоточные удары по местам, связанным именно с гражданской зоной. Но, в данном случае, как мы понимаем, на Израиле это не действует. Израиль сейчас снимает с себя ответственность за будущее подобного рода удары, которые уже и наносятся, через, в том числе, вот такие вот предупреждения, которые делаются на высшем уровне лидерам Израиля. Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Дежурный по Израилю», сейчас поступают сообщения о том, что, по всей видимости, ликвидирована очередная голова Хизбалы, Али Кархи, который ранее сменил на посту уничтоженную главу военного крыла организации. Цитирую. «Структура обезглавлена, так что остался один только Хасан Насрала. Может быть, уже пора?» Намекает автор этого телеграм-паблика на то, что Насрала тоже может стать целью израильских ударов. Еще несколько дней назад израильские ВВС начали эту операцию и в течение двух-трех суток ликвидировали, как утверждают в ЦАХАЛ, несколько тысяч ракетных установок, или ракет, по крайней мере, которые должны были бы ударить по Израилю, и которые, собственно, это именно и делают уже на протяжении последних многих месяцев, с тех пор, как Израиль начал свою контртеррористическую операцию в секторе газа. И происходит ровно то, что мы с вами прогнозировали, когда случился пейджер-гейт. То есть сначала взрываются пейджеры, потом другие радиоэлектронные устройства. Тысячи боевиков Хизбалы оказываются ранены и убиты. Мы назвали это преддверием большой операции со стороны ЦАХАЛ в отношении ливанских террористов. То есть террористов размягчили, вывели из строя как минимум целую бригаду, а также посеяли панику, недоверие и паранойю по поводу различных коммуникационных устройств. Причем до такой степени, что и в Сирии, и теперь еще и в Иране военные отказываются от использования соответствующих устройств коммуникации. В ливанской Хизбале полный хаос, связанных именно с коммуникацией, а точнее с тем, что они оказались парализованы в этом отношении, поскольку они теперь, как вы понимаете, не пейджеры, ни какие-то современные устройства связи в принципе использовать не могут. Они боятся, они сейчас перепроверяют все устройства, которые поступили в страну. А как мы уже убедились, на самом деле это отнюдь не только пейджеры. Были и другие устройства, и кстати, в том числе транспортные средства завезены посредством именно активности израильских спецслужб на ливанскую территорию, которые содержали взрывчатку. То есть, иными словами, сейчас ни один боевик Хизбалы не может дать гарантию, что вот то электронное устройство, которое у него находится в кармане или на столе, если мы говорим о компьютере, или во дворе, если мы говорим об автомобиле, или что оно не взорвется, что оно не начинено взрывчаткой, что там израильские спецслужбы не заложили детонацию отложенного действия. Ну и вот после этого, после того, как боевики Хизбалы, соответственно, были ввергнуты вот в этот ужас параноидальных оглядываний за спину, где в любой момент может взлететь на воздух автомобиль или компьютер, вот в этот момент авиаудары Израиля приходятся особенно болезненными, потому что Хизбалла, которая и так-то сейчас дезорганизована и не способна элементарно управлять боевыми действиями из-за разрушенной коммуникации, становится особенно уязвима перед соответствующими авиаударами. Лучшее, что они могут сделать, ну, лучшее для них, это попробовать нанести новые ракетные удары по северу Израиля. Именно это они вроде бы как и делают. Действительно, сегодня посыпались на соответствующую израильскую территорию новые ракетные удары, работает ПВО «Железный купол». Вроде как большинство ракет, как всегда, перехватываются. Была и другая интересная картина, когда целая серия запущенных по Израилю ракет вдруг начала менять траекторию и в воздухе сразу после того, как были запущены, меняли траекторию на противоположную, что позволило утверждать, что Израиль применил новейшие средства радиоэлектронного воздействия. Впрочем, есть и другая версия, что эти ракеты попросту были изначально бракованными. Я бы этому не удивился. Нужно помнить, что ливанская Хезбелла не обладает какими-то высокотехнологичными средствами, и их интеллектуальный потенциал невысок, чтобы сделать какие-то серьезные современные ракеты. Они нацелены на создание массового количества простых дешевых ракет, которые можно быстро произвести буквально в кустарных условиях и запустить по Израилю не для того, чтобы поразить конкретных военных и военные активы, а для того, чтобы, соответственно, устроить террор. Ибо любая террористическая организация, будь то Россия, ИГИЛ, или вот та же ливанская Хезбелла, или Хуситы, вот все это организации, которые на самом деле не способны воевать на современном уровне против боеспособной армии. Они способны, единственное, что делать, это создавать ужас для мирного населения, для того, чтобы вынудить это мирное население в демократической стране начать давить на свои правительства с целью как можно более быстрого завершения этой войны. То есть это уязвимость демократии, которую такие террористы, как Хезбелла и Россия, пытаются использовать, нанося удары по гражданской инфраструктуре, по женщинам и детям, по самым уязвимым частям невоенной инфраструктуры. Но, как мы видим, в данном случае Хезбелле это не помогает, а напротив только усугубляет для нее ситуацию. Опять же, вспомним, о чем мы говорили, что сейчас, когда израильские военные разобрались с Хамасом и практически полностью кастрировали вот эту организацию в военном плане, они временно отвернулись от сектора газа, в том смысле, что перевели основные ресурсы на север, потому что именно оттуда сейчас исходит основная угроза, и таким образом сейчас сосредоточились на вырезании террористов Хезбеллы. Те думали, что они могут совершенно спокойно на протяжении многих месяцев атаковать Израиль, пользуясь в некотором смысле безнаказанностью. Их ставка была на то, собственно, на что и делали ставку те же хамасовцы. А именно, затянуть время, чтобы международное давление на Израиль настолько возросло, дабы он наконец-то свернул свои операции. Но на самом-то деле все произошло ровно наоборот. Международное давление, если и было, то оно было на самом деле формальным. А вот в реальности, как мы видим, Соединенные Штаты как помогали израильской армии, так и не продолжили помогать, в том числе и в рамках давних контрактов, которые вообще никак не зависят от воли конкретного президента. То есть снаряды и вооружения в Израиль шли, в том числе, кстати, передовые вооружения, такие, как очередная партия самолетов F-35. Ну и что мы видим? Мы видим, как эти самолеты F-35, оставаясь неуязвимыми для ПВО российского производства, которые наличествуют у всех дружественных России, режимов от Ирана до Сирии, не справляются, соответственно, с F-35. В то время как и F-35, как мы понимаем, как раз и наносят вот эти высокоточные удары, а также служат очень эффективным средством ПВО для Израиля. Отсюда картина следующая. Для Хизбаллы все только начинается. Я уверен, что мы увидим еще много подобных ударов, которые были произведены сегодня. 300 ударов – это действительно мощь. Не каждая страна мира может продемонстрировать нечто подобное. Израиль – это страна с населением менее 10 миллионов, но которая воюет на самом деле лучше очень многих армий разных стран мира с населением куда большим, в 5, в 7, в 10 раз большим, чем у Израиля. Ну и взять хотя бы тот же самый Иран, который ничего кроме дешевого китайского барахла а-ля шахет произвести не в состоянии. И мы видим, что Иран сейчас, конечно, терпит крах в своих попытках ослабить Израиль через свой прокси-рукав в виде Хизбаллы и хуситов. Хуситы на очереди в этой большой истории, и они еще дождутся. Но, естественно, в первую очередь Израиль должен разобраться с Хизбаллой, которая непосредственно угрожает северу израильской территории. Россия терпит особый крах. Да, она непосредственно не участвует в помощи вот тем вот террористам, которые работают против Израиля. Точнее говоря, нет, она, конечно, помогает им, но ее помощь не настолько очевидна. Но провал России здесь связан со следующими моментами. Нужно понимать, что, конечно же, Путин поставляет вооружение для хуситов и, вероятно, помогает Ирану снабжать вооружением Хизбаллун. Отсюда мы видим очень часто, как самые разные виды вооружений, от дешевых до дорогостоящих, оказываются на вооружении хуситов и Хизбаллы. Но если мы говорим, например, про те же ракет. Да, нет еще доказательств, что хуситы хоть раз применяли именно российские баллистические ракеты. Но есть основания полагать, что, как минимум, технологиями Путин поделился с Ираном. Он поделился, ну или даже не поделился, а он на основе этих технологий сделал соответствующие баллистические ракеты. Которые теперь передают хуситам. Кроме того, Путин и прямо намеревался снабдить соответствующим вооружением хуситов. Саудовская Аравия вмешалась, в результате чего Путину пришлось отползти. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что Путин, в принципе, организует сейчас коалицию оси зла, которая должна будет реализовывать, в том числе в интересах Путина, конечно же, его мегаплан. Он заключается в том, чтобы создавать как можно больше очагов напряжения по всему миру. Вот чем больше их будет, тем лучше для бучанского мясника по одной простой причине. Потому что Запад тогда отвлечется от того, что происходит в Украине. Украина будет получать меньше поддержки. Следовательно, Россия сможет добиться успехов, которые она в противном случае не добьется. Это очаги напряженности на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и в других местах. Получается ли это сделать у Путина? Он старался. И, конечно, для него было манной небесной, когда террористы Хамаса напали на Израиль 7 октября 2023 года. Но вот в чем незадача. Путин, как и террористы Хизбаллы, как и террористы Хамаса, туп. Он просто элементарно туп. Он полагал, что Израиль сломается, что Израиль будет не готов к вторжению сразу с нескольких направлений. А, кстати говоря, ведь Хизбалла на самом деле планировала как раз-таки одновременно с Хамасом вторжение на израильские территории. И планировал его вот тот самый третий по счету в иерархии Хизбаллы человек, который был уже на днях ликвидирован Израилем. И смысл-то заключался не просто в том, чтобы ворваться и похитить несколько сотен мирных, для того, чтобы потом взять их в заложники и, возможно, торговать ими, и обменивая на своих террористов в израильских тюрьмах и на то, чтобы вообще Израиль пошел на какие-то уступки. Нет, здесь речь шла о том, чтобы лишить Израиль суверенитета, оттяпать у него часть территории, парализовать израильское общество, убить тысячи и тысячи израильтян. В общем, разрушить изнутри, путем в том числе внешнего вторжения, а также различных гибридных действий, израильское государство как таковое. Путин, безусловно, стоял за всеми этими планами, здесь даже в этом никакого сомнения нет. Нет, российские террористы готовили и террористов Хезбаллы, и террористов Хамасов, в том числе на уровне управления дронами, потому что те скиды с дронов, которые были продемонстрированы, свидетельствовали о том, что эти террористы действительно прошли некую подготовку у опытного спецназа, который уже имеет очень хороший опыт применения. Это, конечно, российские боевики, никто иный, как они тренировали вот этих боевиков. Далее, чего ожидал Путин? Он ожидал, что, как минимум, внимание Запада будет полностью сосредоточено на разворачивающейся большой войне на Ближнем Востоке, в том числе и через участие Соединенных Штатов. Но мы увидели совершенно другое. Произошла локализация вот этого самого конфликта. Контртеррористическая операция Израиля, конечно, длилась достаточно долго, но иначе быть не могло, если мы говорим о локальном и ограниченном, причем сознательно ограниченном конфликте. Этот конфликт в том числе носил все-таки характер точечных ударов, несмотря на то, что, да, сектор газа в значительной степени был стер с лица земли, но это совершенно не та картина, при которой реально города превращаются в что-то похожее на постядерный апокалипсис, вот как это было с Алеппо, которая реально Россия, например, снесла с лица земли. Нет, сектор газа серьезно поврежден, но картина совершенно все-таки не та, где можно говорить, что людей полностью лишили жилья. Нет, сектор газа на самом деле живет. И мир населения, вне зависимости, как оно относится к Израилю, вот на этой территории, на территории сектора газа, вернется в свои дома, сектору газа, естественно, дадут определенное финансирование, жилье будет отстроено, будет введено внешнее управление, в общем, эта территория восстановится. Вне зависимости, еще раз подчеркиваю, от того, какие будут личные, эмоциональные, дипломатические, политические отношения между двумя народами. Народом палестинской автономии и народом Израиля. И одновременно мы видим, что Хамас был фактически вырезан, его основы, основы его как боевой организации были подорваны. А с другой стороны, не получилось и у Хезбаллы своими тревожащими ударами на протяжении всех этих месяцев вывести Израиля из равновесия. Там ведь расчет был на что? И, следовательно, это был расчет, конечно, и Путина. Чтобы с одной стороны бить по Израилю, но с другой стороны делать это не настолько массированно, чтобы привести к вовлечению в этот конфликт со стороны Соединенных Штатов. Хезбалла одного не просчитала. Она не просчитала того, что Израиль победит Хамас, что международное давление на Израиль не приведет к каким-то нужным результатам для Хезбаллы, и что Израиль, наконец, получит полную свободу действий и свободу ресурсов в отношении Хезбаллы. Так они и сейчас, на самом деле, вместе с Ираном, боятся нанести какие-то по-настоящему существенные удары по Израилю, если даже они могут это сделать, именно потому, что тогда и ответ со стороны Израиля будет еще более серьезным, на порядок более мощным, чем сейчас. Потому что, опять же, нужно понимать, Израиль даже на 20% не развернул свой военный потенциал в отношении Хезбаллы. Пока что удары носят точный характер, но вполне возможно, что если Израиль сейчас разгонится, и если к тому будет повод, то он может и, в общем-то, в асфальт закатать практически большую часть Ливана. И об этом шли предупреждения. Не прислушайтесь. Так вот, возвращаясь к планам России, не получилось зажечь Ближний Восток. Не получилось сделать так, чтобы Израиль, как единственная демократия на Ближнем Востоке, а следовательно, как любая демократия, враг Путина погиб, или как минимум был парализован вот этой страшной войной. Соответственно, не получилось сделать так, чтобы Запад в долговременном плане переключил свое внимание на Ближний Восток. Соответственно, для Путина это, конечно, политическое поражение. Это поражение его вот такой вот гибридной мегаоперации на международной арене. Это провал. Второй провал заключается в том, что в очередной раз Бучанский мясник продемонстрировал своим союзникам, что в реальности, конечно, его возможности по поддержке вот таких вот режимов и террористических организаций, как Иранский, как Избалань, как Уситы, в общем-то, крайне ограничены. И результаты так себе. Хотя он принимал в Москве Хамас уже после совершения Хамаса страшного теракта в отношении Израиля. Но в реальности Хамас не получил от Москвы ничего из того, что ожидал. Возможно, финансирование получил, но вооружения, если даже какие-то и были, так или иначе не изменили на самом деле ход вот этой войны. И совершенно не повлияли, по большому счету, на способность Хамаса наносить какой-то критический урон Израилю. То же самое касается Хезбаллы. Но Хезбалла, поскольку напрямую работает с Ираном, то здесь уже надо обращать внимание на то, а что у Ирана получилось, опять же, действующего связки с Россией. Безусловно, Россия вместе с Тагераном, конечно, финансирует Хезбаллу и организует поставки вооружения для них. Так вот и здесь Путин, получается, провалился. Хезбалла тоже, на самом деле, не смогла получить от Москвы, точнее, Москва не смогла обеспечить Хезбалле, ну пусть и через Иран, какое бы то ни было доминирование хоть в чем-то. То есть, наоборот, провал за провалом, начиная от того, что Израиль выносит в ракетные установки терроризирующие население Израиля и вообще северную его часть, а с другой стороны ликвидирует боевиков через беспрецедентную пейджер-операцию. Ну и это еще один удар по международной репутации бутчанского мясника, как гаранта для авторитарных режимов и представителей, вообще говоря, оси зла. Ну что ж, это хороший результат и он достигается именно эффективностью израильской армии, которая является в конечном итоге отражением, конечно, и израильского общества, как и любая армия является зеркалом общества. То есть, при всем том, что в Израиле чудовищные противоречия, при всем том, что Израиль разделенная страна, как и многие демократии, при всем том, что у Израиля непростые экономические аспекты, несмотря на то, что Израиль находится в географической изоляции от цивилизованного мира, оставаясь сам цивилизованной страной, ну опять же, несмотря на все проблемы, которые у него есть в истории, и там, в том числе, ситуация с голландскими высотами, мы все понимаем, очень неоднозначно. Но вот, несмотря на все это, израильское общество демонстрирует единство в ключевых моментах, как и политики Израиля, которые опять же, порой чуть ли не глотки друг другу грызут, но вот в ключевые моменты демонстрируют относительно единство, которое обеспечивает вот эту самую эффективность армии. Потому что, ведь опять же, всем понятно, если политическая верхушка разделена, если общество разделено по-настоящему, это критически влияет на боеспособность армии. Боеспособность сильно падает. Мы это видим по Украине. При всем том, что в Украине украинские военные и ГУР, СБУ, другие спецслужбы Украины демонстрируют верх профессионализма, изобретательности, мастерства, как и украинская оборонка, которая сейчас, как мы видим, достигает просто невероятных вершин в тех же разработках передового вооружения. Вот мы понимаем, что в Украине, к сожалению, пока не удалось достичь истинного единства общества, единства политических верхов, постоянные скандалы, хаос, взаимные обвинения. Ну, в общем, раскол, вот тот самый раскол, который ведет к тому, что украинская армия не может реализовать весь свой потенциал. Это связано, в том числе, с историческими особенностями, вообще говоря, населения Украины, которое формировалось из совершенно разных социальных, психологических, культурных компонентов, в том числе и Иосифом Сталином, с совершенно четкой целью. Именно для того, чтобы заложить вот эту вот мину замедленного исторического действия, чтобы в ключевые исторические моменты Украина не могла бы дать именно вот этот национальный, в своем единстве отпор российскому, то есть московскому агрессору. И вот именно эта мина сейчас, к сожалению, была задействована и поддерживается российской пропагандой. Так вот, всего этого не удалось достичь врагам Израиля. Вот как не пыталась вражеская пропаганда расколоть израильское общество, которое, кстати, отнюдь неоднородно даже по этому национальному составу. Мы знаем, там и арабы, и евреи, да и, в принципе, да, множество людей, выходцев из самых разных стран мира, вот в том числе, допустим, и из России, из Украины и так далее. Вот не удалось, не удалось разделить это многонациональное общество. И таким образом Израиль сейчас стал на очень серьезный трек. В конце этого трека будет полное уничтожение террористов Хизбаллы как организации, ну или значительное ослабление их на горе Ирану, России, Северной Кореи и Китаю, конечно, то есть вот всем этим представителям оси зла. И это будет очень жестокое наказание для этой оси зла и очень жестокий урок для всех этих сил зла. Не пытайтесь играть с Израилем, не пытайтесь проверить его на прочность, не пытайтесь в очередной исторический момент расшатать израильское общество, подорвать его изнутри, уничтожить израильское государство, которое доказывает, любые попытки здесь будут караться по всей строгости закона. И еще раз говорю, это знак, на самом деле, и сигнал всем силам, которые пытаются играть против Израиля. Это Россия, Иран, Хусид, и все они должны понимать, они могут оказаться следующими вот в этой вот войне, которую они объявили Израилю. И мало кому из них, я думаю, захочется теперь, когда израильские ВВС и армия показали такой высший пилотаж в очередной раз, испробовать на себе мощь израильской армии. Впрочем, Иран, например, может рискнуть. Ну, я не думаю, что от Ирана, если Израиль начнет здесь играть по-настоящему и по-крупному, вообще что-то хотя бы останется. Если Иран хочет, ну, во всяком случае, вот этот иранский террористический режим просто хочет в живых остаться, ему лучше сейчас посмотреть, что произошло с Хамасом, что сейчас происходит с Хизбаллой. И лучше отползти. Вот чисто из соображений, связанных с инстинктом самосохранения. Друзья, я напомню, что мы сейчас активно ведем сбор на дроны-охотники, разработанные и производимые украинской командой Константина Мельника, специалист по дальней беспилотной авиации. Эти беспилотники будут выполнять две задачи. Уничтожать вражеские беспилотники-разведчики, а также обманывать вражеские ПВО, перегружая их как отвлекающие мишени, для того, чтобы основные ударные дроны могли бы пройти через соответствующие ПВО и поразить необходимые цели. Целевая сумма составляет 49 850 евро. Собрано 36 285 евро. Если вы хотите пожертвовать команде Константина деньги, для того, чтобы она могла как можно быстрее закупить комплектующие и произвести как минимум 7 таких дронов, вы можете переводить Литовской благотворительной организации Хаплон Фаундейшн, чьи реквизиты я даю в описании к этому видео. Там банковский счет и PayPal счет. Там же вы найдете и ресурсы, через которые можно поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube, введя отдельный кнопок под каждым нашим роликом. Отдельное спасибо Игорю Яцковичу и его американской компании SDA. Они перевели в рамках последних сборов Литовской организации Хаплон Фаундейшн уже более 18 000 евро. Это невероятно ценная помощь, как и любая другая, конечно же, которую оказываете все вы. Каждому из вас низкий поклон, потому что ваша помощь спасает жизни. Ссылку на американскую компанию SDA я даю в описании к этому видео. Переходите туда, если вы хотите поднять свой бизнес, поскольку эта компания оказывает аналитическую помощь стартаперам и опытным бизнесменам. Отдельная благодарность всем, кто поддерживает наш канал, потому что он существует в значительной степени благодаря вашей поддержке. Не забывайте посмотреть новое интервью с Константином Мельником, ссылку на которое я даю в описании к этому видео. Мира и здоровья всем. До скорого.